Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы по многочисленным просьбам подписчиков и прочих зрителей начнём наконец-то знакомство с шиной SPI, которая поддерживается полностью аппаратно нашим микроконтроллером AVR от Megay 8A. Что ж за шина такая SPI? SPI – это аббревиатура полного названия Serial Peripheral Interface, что переводится как последовательный периферийный интерфейс. Это стандарт такой, который основан на режиме полного дуплекса и предназначен для простого недорогого высокоскоростного сопряжения микроконтроллеров и периферии. Ну, все мы знаем, что SPI используется очень широко и в микроконтроллерах, и в других устройствах, в различных микросхемах. Причём мы со SPI с вами общаемся уже давным-давно, как только начали программировать наши микроконтроллеры, потому что они программируются никак иначе, как посредством шины SPI. Ну, давайте перейдём в даташит. Вот наш микроконтроллер. Возьмём, например, DIP его модификацию. Ну, здесь вот мы видим от 19 до 16 ножки как раз и есть наша SPI. Вот её все выводы. SCK, MISO, MOSI и Чипселект. Вот. Ну, немножко подробно о этих выводах. Ну, Чипселект – это для выбора у нас устройства. То есть, если на ведомом устройстве будет низкий сигнал, а он у нас этот вывод обратный. Эта шина, значит, включается на ведомом устройстве и ведомый пытается принять какие-то сигналы, биты. MOSI – это master output и slave input. Ведущий выход – ведомый вход. Ну, MISO, соответственно, наоборот. Ну, многим эти вещи, как ведомый, ведущий, master, slave ничего не говорят. Поэтому мы давайте-ка перейдём в описание шины SPI. Ну, конечно, описание здесь не полное. Ещё кое-что я добавлю к этому описанию, которое даёт нам ATMEL. Вот. Что ж даёт нам ATMEL? Ну, вот как реализована данная шина в нашем микроконтроллере. Берётся тактовый сигнал, используется делитель на сколько-то там, чтобы обеспечить частоту какую-то определённую. Ну, шина SPI, хочу сказать, является ещё и синхронной. То есть, вот эти SCK – это есть тактовый сигнал, который обеспечивает беспотерянную передачу данных. То есть, если ведомый ждёт какого-то там, скажем, сигнала для синхронизации, ну, не от отдельной шины, то это уже будет асинхронная. А эта – синхронная. Вот. Затем, ну, MIS и MOSI мы сейчас ещё разберём с вами, как это происходит. Ну, вот ещё, что нам даёт ATMEL для понятия шины SPI. Вот у нас, ну, во-первых, всегда есть ведущее устройство и есть хотя бы одно ведомое устройство, чтобы пошёл у нас обмен. То есть, ведущий, это ясно, он ведущий, он управляет процессом, то есть, он запускает тактовые сигналы. Ведомый запускать тактовые сигналы не умеет. Он ими может только пользоваться. И синхронизируется он ими. Частота выбирается, исходя из минимальной частоты двух вот этих устройств. Ну, или там четырёх и так далее. То есть, самые наименьшие либо меньше наименьшей. И частоту задаёт ведущий. Вот эти вот запуская символы, а ведомый просто ими пользуется. Вот. Как же происходит передача данных? Вот, например, чипсилект ножка. Если ведущий её опустил в ноль, она соединена непосредственно с ведомым, с его одноимённой ножкой. И ведомый понял, что сейчас начнётся передача данных. Если у нас происходит в этот момент тактирования, то синхронно с этим тактированием по определённым фронтам, либо по спаду, либо по подъёму линии у нас передаётся бит информации. То есть, в общем нужны условия, чтобы вот это было в нуле, а вот здесь был определённый фронт. Как же передаётся бит? Бит передаётся у нас следующим образом. Вот у нас мастер по шине своей MOSI, также с шиной MOSI, соединённой с ведомым, происходит обмен битами следующим образом. В общем, вот здесь, например, находятся какие-то определённые восемь бит. И эти восемь бит у нас сдвигаются вот в эту сторону. То есть, в старшую сторону. Самый старший бит отправляется, ну он не исчезает, как мы вот делали, когда изучали битовые сдвиги. А он вот так вот в самый младший бит переносится ведомого устройства. У ведомого устройства также старший бит переносится в младший бит ведущего устройства. То есть, вот так по кругу движутся биты. Потом, если мы эту шину не будем поднимать, то есть, оставим её постоянно в опущенном состоянии, то со следующим определённым фронтом сигнала тактового у нас таким же образом произойдёт ещё один круг. И так будет продолжаться до тех пор, пока не передадутся все восемь бит информации. Тогда, когда они передадутся, у нас с вами определённый регистр встанет в определённое состояние и просигнализирует нас о том, что передача байта закончена. Вот так. То есть, ну это в самом простейшем способе так происходит. Ну, как же быть, если мы подключили с вами несколько устройств, а у нас чип-селект только один. Существует несколько способов, из них мы рассмотрим два. Вот это первый способ. Это когда у нас мастер имеет возможность подавать управляющие сигналы раздельно на каждое устройство. Сигнал чип-селект – опускать шину. Например, он может опустить шину здесь, а вот здесь поднять и приём запретить. А вот эти вот MOSI и MISO соединены полностью между всеми устройствами. То есть, если мы, например, с вами шину вот эту SS1 опускаем, то тогда у нас приём будет осуществлять именно вот это устройство Slave1. Если мы шину вот эту с вами опустим, остальные поднимем, то будет у нас принимать байты вот это устройство. Если мы их все опустим, то будет принимать все устройства. То есть, управлять вот так вот. Ну, это, конечно, хорошо, когда устройств вот так вот три, а когда их будет очень много, то можно ещё… Есть у нас другой вариант. Вот. Вот этот вариант, он у нас называется радиальный. Ну, в некоторых местах ещё по-другому называется, параллельный. А есть ещё у нас второй вариант. Вот. Когда у нас только одна шина чип-селект соединённая со всеми вот таким вот образом. И тогда мы выход MOSI соединяем с входом MOSI только одного устройства. А его выход MISO со входом MOSI следующего устройства, а следующего устройства MISO со входом ещё следующего устройства. А его MISO уже с MISO мастера. То есть, вот это происходит. Сначала данные устремятся сюда, просигнализирует нам об этом наш мастер, что байт передался. Потом байт вот отсюда передаст сюда, а сюда уже передаст следующий байт. То есть, мы заготовили три байта, сделали три цикла, первый байт уйдёт сюда, второй сюда, третий вот сюда. Вот эта система называется у нас кольцевая. То есть, таким мы образом можем уже более много устройств подключить, но соответственно скорость у нас тогда понизится на общую скорость, разделённую на количество устройств. Ну, тут уж выбирать нам. Какой вариант использовать? Ну, на первых порах мы конечно будем с вами использовать вариант такой, что у нас будет всего два устройства. Один мастер и один ведомый. А потом уже возможно мы расширим нашу степень знакомства с интерфейсом SPY. Ну, пошли дальше. Это всё пока что схемотехника. А как же непосредственно всем этим управлять? Для этого существуют регистры. Вот регистр данных существует, в которой мы пишем данные, например, вот затем передаём их по master output slave output, master input slave output ведомому. И в этот же регистр мы принимаем с вами вот этот вот байт от какого-то ведомого. Вот по этому вот входу. Исчитываем вот сюда в буфер. То есть, сначала в буфер, потом в shift регистр, потом передаём, потом обратно в буфер. То, когда у нас кольцевым способом байты обменяются. Затем существует ещё регистр управляющий. SPY control регистр. Вот. В нём тоже есть определённое количество бит. Я расскажу каких. Затем есть ещё у нас вот такой регистр статуса. Здесь мы отслеживаем, что у нас происходит. Здесь вот, вот этот вот бит, когда встанет в определённое состояние, мы с вами знать будем, что наш бит передался. Ну, то, что ведомые устройства у нас будут какие-то посторонние микросхемки, скорее всего, я не знаю, будем ли мы между собой два контроллера соединять, есть ли в этом интерес какой-то. Там уже, конечно, мы не будем реализовывать алгоритм. Там всё это ложится на плечи разработчика данной микросхемы, которую мы будем с вами подключать. Ну, вот это мы уже видели. Я думаю, поняли все, как это всё происходит. Ну, здесь вот, каким образом мы можем или не можем управлять определёнными ножками. То есть, вот это, если у нас мастер устройства, можно, то мы, в принципе-то, практически всеми ножками можем управлять. Ну, помимо, конечно, входа. Вход – это вход. Мы можем только по нём принимать и читать данные. Если у нас устройство slave, то вход у нас вот здесь. Управлять мы можем только данными, которые мы пошлём на этот вход, вернее, который мы пошлём на выход. Мы только выходом можем управлять с вами. Ну, вот так. Ну, вот здесь вот дан некоторый код, но мы пока его пропустим с вами. Здесь как-то автор книги сделал наоборот, можно сказать. Он не объяснил назначение каждого бита и уже пишет нам код, а затем объяснил назначение битов. Ну, вот у нас регистр регистр управления или управляющий регистр, можно как угодно это всё назвать. Вот что здесь у нас в нём есть. Мы имеем здесь с вами семь, вернее, восемь каких-то битов, каждый из которых имеет своё назначение. Ну, первый вот этот вот бит. Этот бит у нас включает прерывания. Ну, можно сказать, разрешает их. Ну, или запрещает. Все биты у нас на чтение и на запись. Мы можем и узнать в любой момент, если мы забыли, в каком состоянии у нас бит, можем его прочитать. Вот этот вот бит разрешает или запрещает прерывание. Но вот этот бит SPE – это, можно сказать, самый главный бит. Он включает шину SPY DWORD. Этот бит у нас определяет порядок передачи данных, то есть направление данных, дирекшн. То есть, когда он у нас… Мы его если не тронем, то будет обычным образом у нас старшим битом вперёд. Вообщем, а когда если мы его установим, то младшим битом вперёд. Ну, я думаю, это не столь важно, каким образом передавать данные. Главное, чтобы это понимал битом ведомый. Ну, как правило, мы этот бит не трогаем. Бит MSTR у нас устанавливает, кем будет являться наш микроконтроллер. То есть, если он в единице, то значит контроллер будет у нас ведущим. Если в ноль, то ведомый. Вот. CPO BIT – это бит, который устанавливает у нас полярность синхронизации. Короче говоря, если он в единице, то режим ожидания у нас будет положительным. Если в нуле, то отрицательным. Вот. И ещё один бит тоже подобен ему. Это SCPHA, который у нас вот отвечает за фазу тактирования. То есть, по какому фронту будет передача бита. По положительному или по отрицательному. То есть, обычно, ну, это вот здесь вот есть такая вот схемка. То есть, если у нас вот СПОЛ 0, то ССК у нас шина в режиме ожидания в низком уровне, ну, это обычный наш режим. А если 1, то она наоборот у нас в высоком состоянии. Вот. Теперь вот эти вот СПОЛ, если у нас в нуле, то по спадающему фронту ССК происходит у нас передача бита. То есть, есть спадающий фронт, бит передался. Затем фронт положительный, ничего мы не передаём. Опять же, бит спадающий, передался следующий бит. Вот так. А если мы с вами установим СПХА в единичку, то будет наоборот. А, нет, наоборот у нас вот по нарастающему фронту переходят данные. То есть, это опять зависит ещё от СПОЛ. И таким образом у нас получается с вами всего 4 режима. Ну, это в общем какой режим использовать? Нужно всё это дело согласовывать с производителем того устройства, которое мы хотим к нашему контроллер подключить. То есть, ну, в основном режим 0.0 используется. Вот здесь вот они обозначаются как спаймод 0.1.2.3, но как правило в документациях идёт поддержка 0.0, 1.1, например. 0.1, 1.0. Они вот так называются. Вот. Ну, вот теперь мы поняли следующее, что у нас обозначают два бита вот этих вот. Ну и последний у нас вот эти два бита SPR1, SPR0 – это биты для установки вот частоты тактирования. То есть, если два в нулю, то делитель 4. Если 0.1, то делитель 16. Если 1.0, то 64. Если 1.1, то 128. То есть, вот это вот делитель. То есть, это для того, чтобы установить определённую частоту, не превышающую граничную частоту ведомого устройства. Ну, сейчас в наше время ведомое устройство имеет очень большую частоту, и вряд ли мы её сможем с вами превысить. Мы до ограниченной, как правило, никогда и не дойдём. Ну, вот это по такому, по управляющему регистру. Существует ещё у нас статусный регистр. Ну, в нём вот этот вот CPF. Ну, CPF-то у нас отвечает – это флаг прерывания. То есть, мы его отслеживаем с вами, встал ли он у нас в единичку, когда ждём передачи байта всего. То есть, если весь байт передастся, то он встаёт в единичку и мы тем самым с вами становимся в курсе того, что байт наш передан. И вот этот вот ещё один флаг – это флаг конфликта. Он устанавливается в единице, если во время передач данных выполнится попытка записи данных в регистр данных. Этот флаг сбрасывается аппаратно после чтения регистра статуса. То есть, вот этот флаг, он у нас для отслеживания каких-то конфликтов. Ну, 5.1 они у нас зарезервированы, они не нужны нам. И ещё один значащий бит SPI 2x. Он у нас не такой уж и статусный. Видимо, из соображений того, что в управляющем регистре больше нету бит для управления не хватило, вот управляющий регистр у статусного регистра занял один. Попросил его дай мне пожалуйста один бит, а то у тебя вон сколько зарезервированных. Я им воспользуюсь ещё для некоторых настройок. Ну, вот этот бит 2x, он отвечает за удвоение частоты. То есть, у нас делитель-то он делитель, но он очень дискретен. То есть, 4, 16, 64, 128. А вот захотим мы 8, мы никак не сделаем с вами такой вот делитель. А чтобы он у нас получился, нужно наоборот применить вот такой вот умножитель. Вот. И получится у нас вместо 4 вот при тех же данных двух нулях будет двойка. Ну, вот так. Вот это вот в статусном регистре есть ещё один бит. Ну, вот рассмотрели мы в принципе все режимы. Немножко мы поняли насчёт нашей шины. Тут уже пошёл усарт, это нам ничего не нужно. То есть, ну, вот я вот так вот вас поздравляю теперь со знакомством с такой вот интересной шиной SPY, применяемой повсеместно. Ну, кому это было интересно, ставьте лайки, пишите соответственно комментарии. На следующем занятии мы уже шину SPY постараемся применить на практике, написав какой-то код для какого-то устройства. Вот. Ну, также, чтобы узнать, когда именно выйдет следующее видео, вам нужно будет подписаться на канал. Если не сложно, то подписывайтесь пожалуйста. Это всегда приветствуется. Также пишите комментарии в темах в группе ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании видео. Всем пока.